Переведено и озвучено командой Starts and Flops Что, если появятся настолько передовые технологии, что они будут подрывать основные столпы общества? Технологии, которые окажут несоразмерное влияние на то, как функционирует экономика, государство и бизнес. Они изменят наши представления о торговле, собственности и доверии. И такие технологии уже появились, и имеем криптовалюту. Люди часто думают, что биткоин — это просто цифровая валюта и механизм обмена. Но если ты посмотришь внимательно, то поймешь, что денежная сторона вопроса — это лишь вершина айсберга. Потому что биткоин — это прорывная интернет-технология, где деньги — всего лишь часть возможного ее применения. Задача денег — облегчить процесс торговли, который стал чрезвычайно сложным в ходе истории. Все со всеми по всему миру ведут торговые сделки, которые традиционно проходят через бухгалтерию. Но информация о таких сделках часто остается конфиденциальной для общества. Именно поэтому мы прибегаем к услугам сторонних организаций, которым мы доверяем, чтобы облегчить проведение сделки. Подумай о государстве, банках, экономистах, нотариусах и деньгах, которые лежат в наших карманах. Доверительных третьих сторонах, как мы их называем. И вот тут мы подошли к самой сути биткоина. Программное обеспечение криптовалюты позволяет создать единую сеть бухгалтерских книг, которые и не закрыты, но и не принадлежат какой-то единственной стороне. Она, скорее, открыта всему обществу и становится доступна в одно касание тем, кто имеет выход к этой сети. Это называется распределенная база данных — блокчейн. В такой сети все транзакции записываются, и там же хранятся данные о времени, дате, участниках и суммах, проходящих через эту конкретную транзакцию. Каждая отдельная часть сети имеет копии абсолютно всех других транзакций. На основе сложных математических вычислений и принципов операции проверяются биткоиновскими шахтерами-майнерами, которые поддерживают финансовый учет. Благодаря тем же математическим принципам, части сети согласуются относительно текущего состояния счета и каждой транзакции. Если кто-то попытается взломать такую сеть, то части единого пазла просто не выстроятся в единую картину и, как следствие, операция будет отклонена. Итак, транзакции находятся в публичном доступе, и все части сети соглашаются, что операция была проведена в условное время. Получается, что она подтверждена нотариально. Таким образом, у каждого есть доступ к общему, но единственному источнику правды. И поэтому мы можем доверять распределенной базе данных. Финансовому учету не так и важно, что представляет собой биткоин. Тысяча евро или долларов, что-то ценное или собственность, в конце концов. Пользователь биткоина сам решает, что будет скрываться под одним биткоином. Один биткоин можно разделить на сотни миллионов юнитов. Каждый юнит уникален и может быть запрограммирован. Это значит, что пользователи могут записать на каждый юнит собственность. Или запрограммировать его как один евроцент, долю компании, киловатт электроэнергии или цифровой сертификат собственности. Как ты понимаешь, биткоин — это нечто большее, чем деньги и платежная единица. Он может принимать обличие любой собственности. Тысячи баррелей нефти, награду или, например, голос на выборах. Более того, биткоин увеличивает потенциал валюты и автоматизирует денежные потоки. Представь медицинскую страховку, оплачиваемую долларами или евро, которая может действовать только в ограниченном числе клиник. В таком случае, кто-то, не получивший страховку из-за бюрократических правил, не сможет получить помощь. А можно просто запрограммировать эти правила валюту, что будет означать в будущем ее гибкость. Таким образом, страховка будет возвращаться компании, если клиент ей не пользовался какое-то время. Это не позволит пользователю мытаивать данные о сроках страховки. Компании могут подобным образом контролировать свои расходы, приписывая биткоинам расходы на зарплату, оборудование, материалы и обслуживание. Каждая графа расходов будет четко прописана, что предотвратит излишние затраты. Автоматизация подобных процессов ведет к сокращению бумажной волокиты, то есть сохраняет бухгалтерам и целым компаниям уйму времени. Биткоин, открытый до публичного доступа и для перепрограммирования, позволяет в корне изменить финансовый и административный секторы компаний, повысить их эффективность и обеспечить прозрачность операций, сократив бюрократизм. Но это еще не все. Интернет вещей привнесет в экономику машины, которые будут активно участвовать в торговых операциях. И они уже существуют. Подумай о торговых автоматах или дронах, доставляющих посылки. Этим устройствам не знакомо понятие доверия, а вот биткоину знакомо. Именно благодаря ему можно быть уверенным, что дрон доставит посылку нужному получателю, а тот в свою очередь ее получит. А торговый автомат можно запрограммировать так, что он самостоятельно будет отслеживать количество товаров или новые поступления и плати за них. Конечно, ты понимаешь, что это все лишь начало. Интернет технологии нарушают привычный порядок, разрушают статус-кво, открывают новые рынки и постоянно ставят под сомнение роль посредников. Биткоин и криптовалюты сдвинули саму парадигму валюты. Поэтому сейчас пришло время тщательно изучить эти новые технологии, критически оценивая их важность и обсудить ее возможные применения. Продолжение следует... Продолжение следует...